друзья мои дорогие всем добрый день говорим сегодня с вами про нередкую ситуацию проблемка это может быть как у парней достаточно молодых так и у мужчин средних лет и у мужчин уже такого более зрелого возраста когда просто вот не получается знакомиться с женщинами никого на горизонте нет как-то вот все печально в этом вопросе и вы недоумеваете вот у вас коллега какой-нибудь гриша вроде уж у него не вот уж там с деньгами какая-то суперская ситуация не настолько он хорош с собой но от женщины от боя нет то с этой встретился то с этой переписывается что-то какая-то личная жизнь и вы недоумевать как так мы с ним примерно там например сопоставимые или я даже лучше в чем-то его может быть я там перспективнее или там выгляжу лучше у него прет у меня никак давайте разбираться давайте смотреть я работаю с клиентами и с мужчинами женщины меня как так исторически сложилось у меня 50 процентов клиентов мужчины 50 процентов клиента женщины поэтому получается какую-то знаете объективно все-таки сторону занимать и действительно обобщать анализировать не погружаясь в то что какие у нас там женщины плохие или какие у нас мужчины плохие давайте смотреть систему что не так почему у вас вот она вот не клеится не идет и что с этим делать первое но во первых когда вы на этой теме зациклены она у вас конечно же и не пойдет вы постоянно об этом думаете голодного человека человека желающего хоть с кем-то быстрее познакомиться его очень видно он ведет себя неестественно и конечно же там уважающая себя девушка женщину ну как то вряд ли она прям заинтересуется как-то всерьез на этого человека посмотрит скорее только наверное если постебаться самоутвердиться за его счет вряд ли вам это нужно вряд ли вам это интересно пока вы циклитесь у вас дела не пойдет поэтому как бы вам сейчас грустно и одиноко не было вашей личной жизни но очень важно уделять внимание балансу жизненных сфер чтобы в карьере какая-то динамика была там здоровье ваше хобби если таковые есть а желательно чтобы они были друзья какое-то место ваше в социуме родители если отношения нормальные адекватные то есть именно вот это вот балансировка и вы уделяя внимание этому по чуть-чуть том числе в том числе уделяйте какое-то внимание проработки вопроса личных отношений но не каждый день сидеть там галочки в календаре ставить и крестиком день перечеркивать что вот день прошел снова я ни с кем не познакомился это по аналогии так как девушка ну вот уже апрель прошел а я еще не замужем ну сами понимаете да сильно какой-то такой положительной ситуации делал не доведет на что еще стоит обратить внимание а очень важно в этом вот самом процессе знакомств находить для себя какой-то источник удовольствия это не просто но пока вы к этому будете относиться как ужасные обязаловки как посещению уролога или там к еще какой-то неприятной при процедуре что о боже мне надо как-то перетерпеть этот вечер в клубе да мне надо как-то сейчас зубы стиснуть и подойти вам к той незнакомке или написать вам той девушки там из соцсетей о господи глаза зажмурил понесся не думая не зная от футболе ли еще больше самооценка упала нет нужно прийти к такому состоянию баланса комфорта когда вы понимаете да она может отказать ей могу не понравится все что угодно она может быть не свободна и прочее но я набираю свою статистику я расширяю свой опыт флирта я узнаю каким разным я могу быть я играю с собой в игру какие-нибудь там себе фишечки даю собираю я учусь анализировать изучать женщин я сейчас попробую предугадать реакцию например вот этой женщины я чередую какие-то ласковые слова например которые говорю там тем с кем только начал переписываться я чередую какие-то темы и смотрю кто на какую тему больше реагирует сами себя развлекайте вовлекайте не ставьте себе по знакомствам какую-то мега цель все я найду женщину своей жизни она будет меня любить до гроба она будет там все мне делать все что я хочу и прочее но если вы с таким посылом идете высока вероятность что вы эту цель не достигнете и вы еще больше закрепитесь в роли какого-то такого неудачника хотя это может вообще быть далеко не так вспомните своих друзей и знакомых вспомните свое окружение те у кого есть какие-то стабильные отношения кто женат кто просто там из одних отношений выходят другие переходят что это прям все обязательно супер красивые супер богатые молодые спортивные мужчины да это разные мужчины также как и женщины разные так что здесь полегче полегче это просто игра следующий аспект очень важным давайте честно а не ленитесь ли вы делаете ли вы достаточное количество попыток для того чтобы познакомиться или у вас это происходит там раз в три года один раз надел противогаз закрытыми глазами забежал выбежал в ледяную воду у вас это вот так происходит конечно тут получается вы пальцем в небо пытаетесь попасть скорее всего не попадете а когда вы уделяете этому достаточное внимание идете на сайт знакомств если у вас нет других источников знакомств вариантов к примеру я говорю знакомитесь где-то в кафе дороге на работе на спорте через общих знакомых варианты то есть даже если вы живете в очень маленьком городе мы с вами не в пещерное время живем пожалуйста мы не дерево не нравится место это переезжай в другое место тяжело оффлайн но с онлайна хотя бы начни просто к сожалению те кто уже как так смирились вот этой вот ролью а я девушкам не нравлюсь а меня все отфутболят и прочее они просто делают мало попыток либо они делают очень непродуманные попытки очень неграмотные то есть условно с набега без какой-либо минимальной аналитики без какого-либо индивидуального подхода отношения это маркетинг не забывайте так что нужен подход нужно понимать какому объекту ты идешь с чем ты к этому объекту идешь и нужно делать достаточное количество попыток вон в маркетинге то сколько до покупки касаний должно в среднем произойти аж 7 касаний конечно мы не будем сейчас эту сторону копать про это нужно разговаривать подробнее но факт того что даже те кто заказывают рекламу за деньги они понимают что с первой попытки даже с первого взгляда не факт что их товар купят надо из разных источников о себе напоминать так у вас будете лениться не будет действий не будет никаких результатов еще важный момент а вообще а в каких сегментах то вы ищете среди кого вы ищете насколько вы интересны как говорится в калашный ряд ты куда собрался но не надо обижаться потому что есть поговорка наша с суконным крылом калашный ряд не надо нее обижать калашный ряд там торговали хлебом суконное рыло это торговля свининой куда ты с мясом хлебный ряд встаешь иди вставай в тот ряд где мясом торгуют то же самое и по девушкам ты где знакомишься тебе более-менее какие-то серьезные отношения нужны или одноразовая история какого фига ты ищешь серьезные отношения на сайте где например эскортницы одни сидят или наоборот почему ты вот так вот расхлябанно как-то так очень грубо общаешься там с какими-то очень такими приличными девушками на какой-то конференции ты там полгода готовился репетировал на какие пикапские курсы похвали походил нахватался речевых модулей и абсолютно не в тему идешь с этими речевыми модулями допустим к очень адекватной интеллектуальной аудитории и так и так насколько ты вписываешься в обстановку насколько ты уместен ну и смотрите тоже по сеньке шапка это хорошо когда планка очень высоко задрано но как минимум начните все таки с тех с кем вы более-менее ровня а там уже разберетесь там уже сориентируйтесь это опять же вопросы маркетинга но мужчины я верю в то что вы как-то структурно системно мыслите что вы сориентируетесь что еще ну вот важный очень вопрос просто попробуйте посмотреть на себя со стороны ну а вот вы на месте вот девушки женщины вами бы заинтересовались вам бы понравился такой мужчина такой молодой человек какие его сильные стороны вы для себя отметили но только честно больно иногда очень вот в это идти больно очень копать но каких-то случаев помогает отрезвиться и как минимум какой-то такой адекватный шаг наметить может и стоит что подкорректировать например образе своем сам презентации в своей может в манерах да мало ли у кого что еще очень важный пунктик а спросите у своего ближайшего окружения что они вообще по поводу всего этого думают но только у такого окружения который более-менее честно скажет просто соберите мнение не спешите сразу верить этому мнению аккумулируйте эти мнения проанализируйте спросите у нескольких друзей коллег у женщин может быть коллег который беспристрастно вам оценят ходите к психологу коучу сходите что там вам посоветуют соберите аккумулируйте с аккумулируйте мнение возможно у вас прям будут очень четкие зоны роста точки развития с которых и стоит начать еще очень важно знаете не быть на слишком оторванным от реальности не верить какие-то идет абстрактные истории не смотреть с категории вот какая-нибудь прекрасный вот она придет в моей жизни все станет хорошо предмет не предмет не мыслите здесь больше девушек со соответственно здесь высшая вероятность с ними познакомиться если а с приветливой улыбкой с какой доброй фразой подойду выше вероятность что со мной как минимум согласятся на диалог и прочее мыслите теми категориями которые вам понятны это очень важно тогда вам ваши действия будут ясны в этом вопросе не надо усложнять в этом вопросе нужна адекватная оценка себя понимание того где ты ходит где ты ищешь что ты хочешь что тебе нужно и действия вы сделали шаг оценили немножко скорректировали то что вы будете в следующий раз делать опять проанализировали еще поняли как вам чуть-чуть скорректировать этот свой шаг достаточное количество попыток вы найдете себе подходящую достойную девушку женщины будет у вас взаимная любовь и счастье друзья мои если вам нужна моя помощь как психолога как психотерапевта а коуча буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих